Марина Серова. Скандал в благородном семействе. Глава первая. Особняк был и в самом деле шикарным. Построенное на старинный манер здание. Окна с изящными решётками, черепичная крыша и высокий забор из красного кирпича. А граду со стороны двора сплошь покрывали какие-то вьющиеся растения с крупными листьями, которые умудрились перекинуться на противоположную, внешнюю её сторону. Само здание было явно новым, вернее, недавно построенным, так как его форма соединяла в себе очертания не только построек прошлых лет, но и имела современные мотивы. Особенно же впечатляло в нём не это комбинирование, а то, что вместо балконов к особняку были пристроены небольшие, полностью стеклянные навесные зимние сады. Они в последнее время просто покорили всех своим очарованием, а потому каждый более или менее обеспеченный человек старался пристроить их к собственному дому, дабы выделиться и блеснуть модной новинкой. Ароматом цветов окутывало со всех сторон, словно легким покрывалом, а воздух в округе был насыщен доносившийся из окон мелодичной музыкой. Этик припарковал машину на стоянке возле дома, специально сделанную для гостей, вышел сам, а затем открыл дверь с моей стороны и протянул руку. — Прошу на бал, моя прелестная леди! Я улыбнулась и, медленно выйдя из его чёрного феррари, приняла предложенную мне руку. Мы направились в особняк, вступая по мраморной лестнице в настоящий момент, украшенной по бокам напольными вазами с живыми цветами. Душа моя ликовала, и я с уверенностью могла сказать, что в эти минуты счастлива. Уже давно мне не удавалось так великолепно проводить время, как в последние дни. И всё благодаря Эдику. С ним я познакомилась пару дней назад, на выставке ювелирных изделий, где он меня и заприметил. И лишь позже, когда прогулочным шагом направилась к дому, решился подойти и познакомиться. Не стану скрывать, что мне Эдик понравился практически сразу же. А потому я не отказалась от его приглашения провести вместе выходные. Первый день мы просто гуляли по центральным улицам города. На второй посетили театр. Затем наведались ещё в парочку интеллигентных мест. И вот сегодня он пригласил меня на роскошную презентацию какой-то новой марки сигарет. Её, как я узнала по дороге, устраивала известная в Тарасове табачная императрица. Такое прозвище дали Ине Андреевне Россовой, самой богатой женщине города, сумевшей собственными силами создать крупнейшую сеть по производству табачных изделий и торговле ими. В её особняк мы в данный момент и направлялись. При входе в дом нас встретил молодой человек в смокинге и, сверив пригласительные билеты со списком, проводил в залу, куда уже успели прибыть иные приглашённые. Эдик сразу же попытался найти среди этих людей саму хозяйку. А я тем временем, не скрывая своего интереса, рассматривала внутреннее убранство, ведь не каждому удаётся оказаться в подобном месте. В будние дни это, скорее всего, была обычная гостиная. Но сейчас она была превращена в банкетный зал с широкой сценой, чем-то напоминающую половинку диска солнца. Кроме сцены, здесь стояли маленькие мягкие диванчики, выставленные вдоль стен полукругом, и множество столиков, на которых оригинальным образом располагались все возможные сувениры с маркой компании. Чуть в стороне от сцены стояли и другие столы, но их, как я могла предположить, планировалось выдвинуть позднее, чтобы устроить шикарный ужин. К такому выводу я пришла потому, что на столах кое-где уже стояли салфетки в виде сложенных из бумаги крупных цветов. Стены же зала были украшены плакатами с изображением тех самых сигарет под названием «Затмение», которое сегодня и планировалось представить на суд публике. Пока я все это рассматривала, Эдик успел выхватить глазами в толпе хозяйку особняка и буквально поволок меня с нею знакомить. «Инна Андреевна, разрешите представить вам даму моего сердца, Татьяну Иванову», — слегка склонившись перед приятной на вид блондинкой лет сорока пяти произнес мой кавалер. Так же, как и вы, она в этом городе персонаж весьма известный, так что прошу любить и жаловать. Я поприветствовала гостеприимную хозяйку, о которой мне приходилось не раз читать в газетах много всякого, как лесного, так и не очень. А потому, увидев табачную императрицу воочию, я попыталась сопоставить тот образ, сложившийся в моем воображении ранее, с тем, что приходилось созерцать сейчас. С первого взгляда бросалось в глаза то, что женщина эта и в самом деле очень властная, любящая управлять и не признающая над собой чего-либо главенства. На это указывали ее тонкие плотно сжатые губы, прямой, даже сверлящий взгляд, резко и четко очерченный нос и скулы. Но злобной я бы ее не назвала, так как в целом выражение ее лица казалось довольно привлекательным и мирлюбивым. Сейчас императрица, кажется, была в прекраснейшем расположении духа. Она так и светилась вся, и улыбка не сходила с ее губ. Одета она была весьма строго. Черный брючный костюм с блестящими металлическими пуговицами и цепочкой, выполненными явно на заказ, так как форма их была очень уж экзотической, в то время как покрой самого костюма был весьма прост. На ногах также черные туфли, на очень высоком каблуке шпильки, какие принято носить бизнес-леди. Волосы Инны Андреевны были тщательно зачесаны и собраны в затылке в ракушку, наверху превращающийся в астерообразный цветок из завитых локонов волос. Императрица быстро пробежала по мне своим сверлящим взглядом и, улыбнувшись, ответила. — О вашей работе я действительно кое-что слышала, и все только положительное. — Так что, Эдик, — тут же повернувшись к моему кавалеру, продолжила она. — Могу сказать, что тебе крупно повезло. — Татьяна, кажется, женщина очень своеобразного склада ума. — Таких сейчас и не встретишь. Ты уж береги ее, а то, не дай бог, уведут. Сразу после этого хозяйка извинилась и, оставив нас наедине, поспешила поприветствовать остальных гостей. А их было немало, около тридцати человек. Как я могла судить по тому списку, в котором искали и наши с Эдиком имена. И это не считая прислуги, охраны и самих жильцов особняка, о которых я, честно говоря, практически ничего пока не знала. После знакомства с хозяйкой мы с Эдуардом некоторое время наслаждались просмотром рекламных роликов нового товара. Причем именно наслаждались, так как сняты они были действительно мастерски. Затем началась официальная часть, проходившая по вполне обычному сценарию. Сначала видеофильм о новом товаре с рассказом о технологии его изготовления, затем сообщения о целях данной презентации, повторное прокручивание рекламы, а потом и вопросы публики. Их, как и можно было предположить, было не так уж и много, да и те, что прозвучали, не блистали остроумием. Все это заняло около тридцати минут. Но я даже не заметила, как пролетело время, так как была поглощена рассказом Эдика о присутствующих. Эдик — журналист газеты «Короли жизни». И ему, что называется, по должности приходилось вращаться в высших кругах. Потому-то он и знал, кто есть кто, кто с кем в ссоре или, наоборот, в дружбе, кто кого и почему не любит, ненавидит и прочее. К силу своей, весьма схожей с его профессией, мне была страсть, как интересно все это слушать. Ну и, конечно, кое-что из сообщенной им информации откладывалось про запас в памяти. Мало ли, вдруг пригодится. Именно от Эдуарда я узнала многое и о самой хозяйке. Оказалось, что Россова добилась такого положения в обществе и в бизнесе, благодаря своему первому мужу, отвалившему ей прихорошенькую сумму денег за то, чтобы она дала им развод, а затем уехавшему в Штаты с новой пассией. Инна Андреевна полученные денежки по ветру не пустила, а быстренько заставила их работать, вложив в какую-то выгодную сделку. И вот благодаря своим усилиям и, конечно, уму, за несколько лет она достигла того, что стало именоваться табачной императрицей. Звание это настолько прикипело к ней, что если даже кто-то в городе не знал, как зовут Россову, то при упоминании прозвища сразу понимали, о ком именно идет речь. «А теперь, уважаемые дамы и господа, прошу минуточку внимания!» — прервал нашу с Эдиком беседу голос ведущего. «Всеми уважаемая хозяйка этого дома приготовила для вас сюрприз!» Зал одобрительно загудел, а ведущий, молодой человек лет двадцати семи, продолжил. «Неофициальную часть нашего мероприятия начнет всем известная группа «Бэри Бэр», специально приглашенная для вас из Москвы. Ну и первая ее песня, сопровождаемая дегустацией новых сигарет, это, конечно же, «За курим!» Услышав эту новость, я невольно вздохнула. Любовью к творчеству группы я никогда не пылала. Остальные же гости явно были другого мнения. После объявления музыкального номера раздались одобрительные выкрики. «О, как прекрасно задумано!» Так же, как и остальные, обрадовался Эдик. Но, заметив на моем лице некоторое неудовольствие, сразу же спросил. «А ты что, так грустна? Тебе не нравится Бэри Бэр?» Я мило улыбнулась ему в ответ и, склонившись к уху, тихо произнесла. «Не нравится?» «Это слабо сказано. Я эту группу терпеть не могу. Если ты не будешь против, то я бы пока немного прогулялась по дому». «Мне пойти с тобой?» задал вполне естественный вопрос Эдик. Не желая лишать Эдуарда удовольствия послушать любимые песни, я предпочла отказаться от его сопровождения. И чтобы не мешать остальным, быстренько выскользнула из залы в соседнюю комнату. Как оказалось, это был длинный коридор, через который можно было выйти в сад, а также попасть во множество других комнат, расположенных на первом этаже. Где-то в самой середине коридора вверх шла широкая лестница, соединяющая между собой этажи особняка. Она имела литые перила, узор которых казался выплетенным из настоящих цветов. Настолько тонко и мастерски он был сделан. Но наверх я подниматься не стала, решив, что не совсем красиво шляться по чужому дому без хозяев и заглядывать в их комнаты. Может, кто-то и мог такое себе позволить, но я была здесь человеком совершенно посторонним, а потому предпочла прогуляться по саду. И подышать воздухом, пока столичная чудо-группа будет демонстрировать свой репертуар. Прежде чем туда направиться, я решила заглянуть в кухню в надежде получить какой-либо холодный напиток, так как те, что стояли на подносах официантов, были весьма уж однообразны и совсем не отвечали моему вкусу. Я больше люблю натуральные соки, нежели лимонад или джентоник, даже в очень большом ассортименте. Кухню я нашла сразу, так как именно из нее все время выскальзывали одинаково одетые официанты с легкими закусками на подносах.